Дмитрий Панкротевич Глотин, человек легендарный. 30 лет отдал космонавтике, работал на космодромах Капустин-Яр и Байконур. Гагарин летал на ракете, которую я делал. Потом я его после полета встречал, его и всех космонавтов, до Терешковой включительно. И потом мы с Гагарином отдыхали в Гурзуфе в свое время, по-семейному, в 1963 году. Так что живых людей, которые видели Гагарина, наверное, в Пермском крае больше не осталось. Дмитрий Панкротевич говорит, Юрий Гагарин знал, ракеты-носители были ненадежны. Беспилотные запуски далеко не все были удачными. Из семи у нас практически успешных только три. Вот с такой надежностью он полетел. Его корабль не имел ни мягкой посадки, как вот восход следующий был, на котором Леонов у нас садился, и не имел системы аварийного спасения. То есть он был, по сути дела, камикадзе. Кадры 50-летней давности, которые сегодня мы смотрим в кино или на сеансах планетария, не передают того, что происходит в реальности, говорит ветеран космоса. Когда гудит земля на два километра вокруг, и в небе появляется огненный крест. Полет Гагарина в Советском Союзе был четвертый за 10 лет и первой успешной попыткой отправить человека в космос. Мы на аэродроме стояли, на заводском аэродроме. Прилетел самолет в 18, там и они вышли. Он и там еще врачи были. Потом он доложил председателю комиссии о том, что задание выполнил и готов дальше выполнять задание. Ну и в итоге выглядел он неважно, конечно. Вот чувствуется, что этот виток его все же измотал. Дмитрий Панкратьевич много общался с Гагариным и до полета, и после. Он вспоминает, конечно, первый космонавт мечтал снова увидеть космос. И у него была такая возможность. Он же был дублером у Комарова. Он же готовился и успешно сдал экзамены. Но Комаров погиб. И когда прилетели на место, и когда вот это убедили трагедию, он там плакал. Больше решили не рисковать. Дмитрий Глотин признается, хотя и у него самого были все шансы войти в отряд космонавтов, никогда не стремился туда попасть. Слишком хорошо осознавал весь риск не вернуться на Землю.